Квартира Недавно произошла совершенно ужасная история. Мужчина Виктор, который проживает в этой квартире, мы его показывали, он зашел в туалет, упал между унитазом и стеной и так провалялся пять дней, пока соседка не пришла в эту квартиру узнать, что нужно купить. И только она зашла и увидела, что мужчина оказывается уже на протяжении пяти дней находится между бочком и стеной. Валя открыла двери, а я спрашиваю, а где хозяин-то, Виктор? Да вон, говорит, лежит в туалете. А что он там лежит-то? А упал. А что ты его не поднимешь? А лежит, отдыхает. И он пять дней лежал там, не ел, ничего. У вас муж лежал несколько дней в туалете. Вы почему не обращались за помощью? Ну, несколько дней. Валентина, вам нравится так жить? Мне нравится. Вы сидите у вас на ноге мухи? Мне, они ничего не кусают. Террака нас нет, не бывает. Нету? Нет, совсем. У них мухи, наверное, съедают. Сгают этим, этих лопосов. И сами же дышат тут. Это всегда так, когда человек неугодный, ему всегда придирки начинаются. Закон природы такой. Вы считаете, что придираются соседи? Да. Соседи вспоминают. Много лет назад мужчина работал водителем, обеспечивал семью и что-то делал по дому. Но год назад он начал сдавать. Как раз после того, как у супругов органы опеки забрали 40-летнего сына на принудительное лечение. О его судьбе вообще мало что известно. За 40 лет вы сколько раз его видели вообще? Я его видела с окна, как он на балкон выходил. Это за 40 лет? Да. Он только, у него вся улица, это был балкон. Наталья Антропова иногда покупает продукты Виктору и Валентине. Но женщина считает, что им нужна все-таки специализированная медицинская и социальная помощь. Однажды сюда приходили волонтеры. Но спустя 20 минут они выбежали из зловонной квартиры. Встречаемся со старшей по подъезду. Она говорит, что вообще стало еще хуже, невозможно. Я говорю, да как где? Как? Социальная защита же вроде была. Я считал, что там как-то приняли какие-то меры. Она говорит, нет. Они говорят, тут были один раз и ушли. Он курит дома. И теперь уже у нас угроза, чтобы как бы он не устроил пожар тут. И потом у него еще бывают какие-то приступы. Вот он упадет, он ничего не помнит. А она это как будто не видит. Жители подъезда написали коллективное письмо в Роспотребнадзор. Но они все же надеются, что на семью обратит внимание соцзащита. Мы отправили запрос в ведомство и обязательно будем следить за этой историей. Ведь люди скатились до такого существования не от хорошей жизни. Разве заслуживают они того, чтобы сгнить заживо? Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.